Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодняшняя лекция, как вы уже видели, будет посвящена проблемам развития нравственного сознания, философии эпохи эллинизма. Эпоха эллинизма – это эпоха, которая начинается с завоевания Александра Македонского. К ней относятся поздние греческие философы, которые работали уже после Аристотеля, а также философы, которые писали свои сочинения уже на римской почве. Особенность данного периода заключается в том, что начинается разрушение традиционной полисной модели. В силу того, что происходит обширное завоевание, затем образуются большие империи, человек уже начинает здесь мыслить в иных категориях, он соотносит себя с более общим, более крупным целым, с большим государством. И это изменяет те традиционные нравственные понятия, о которых я говорил на прошлых лекциях. В частности, по-другому встает то представление о добродетелях, по-другому начинают мыслиться такие категории нравственного самосознания, как патриотизм. Особенностью данного периода является во многом конфликтный характер личности и общества. То есть, активное противопоставление человека обществу, чего не было в древнегреческой философии классического периода. То есть, если в древней Греции в классическом периоде человек чувствовал свою связь с космосом, с мировым законом, и он, как бы так сказать, был объединен с этим законом, то здесь человек начинает чувствовать, что процессы, которые имеют место в космосе, развиваются помимо него. Вот он, собственно, хотя и является частью этих процессов, не мыслит себя как непосредственно включенным в эти процессы, и, следовательно, задачи нравственного самосознания усложняются. То есть, человек как бы пытается схватить связь с мировым законом, но он уже должен сделать это с помощью собственного разума. Значит, вопросы, которые будут рассмотрены в этой лекции, строятся по принципу основных философских концепций, которые здесь представлены. То есть, это скептицизм, стаицизм, эпикуреизм и неоплатонизм. Я начинаю со скептицизма, потому что он весьма интересен тем, что в скептицизме, в скептической философии ставится под сомнение, можно сказать, даже отвергается традиционная для древнегреческой философии идея о том, что знания как таковые могут помочь человеку ориентироваться в мире, что знания и могут привести его к счастью, могут привести его к спокойствию духа в некоторых концепциях. Вот в скептицизме, наоборот, формулируется иная идея. Идея о том, что знания не нужны для обретения спокойствия духа. Основателем скептицизма считается Перрон, это четвертый начало третьего века до нашей эры. Он полагал, что состояние спокойствия духа достигается в результате воздержания от суждений. В своей жизни Перрон, как и многие другие греческие философы, демонстрировал непоколебимую веру в собственные идеи. Это выражалось в том, что данные идеи использовались как жизненные принципы. Считая мир непознаваемым, Перрон, по-видимому, полагал, что невозможно оценить и степень вероятности тех опасностей, которые нас в нем подстерегают. Поэтому он ходил по улицам, не замечая ничего, не опасаясь повозок, и от опасности его уберегали собственные ученики. Для выражения сути концепции скептицизма Тимон, это другой известный скептик, формулирует три вопроса и дает на них следующие, соответствующие доктрины, ответы. Какова природа вещей? Непознаваемость. Как мы должны к ним относиться? Воздерживаться. Какую мы получаем выгоду из такого отношения? Невозмутимость. То есть основная идея скептиков заключается в том, что счастье наступает в результате воздержания от суждений. Скептики считали, что даже если бы человек обладал знаниями, если бы можно было достичь вот таких всеобщих знаний, к которым стремились философы предшествующего периода, это ничего не дало бы человеку для счастья. Потому что человек, во-первых, сомневался бы в том, действительно ли он достиг такого знания, а во-вторых, испытывал бы постоянное беспокойство по поводу того, что он может это знание потерять. Ну вот эта мысль, собственно, звучит еще у одного известного скептика, секста импирика. Это один из наиболее известных тоже представителей данного течения, оставивший после себя много сочинений. Он пишет по поводу стремления человека к достижению истинного блага следующее. Не уловивши благ, он будет сильно тревожиться от желания владеть им. А достигнув его, никогда не успокоится вследствие избытка радости или заботы о полученном. Ну вот хотя здесь речь идет о благе уже, а не только о непосредственно, не о знании непосредственно, а мысль все равно выражается по существу та же самая, что какое-то теоретическое познание блага не может дать человеку никаких выгод для счастья. Нужно подчеркнуть также, что скептики считали, что сам по себе вот этот вывод, что счастье возникает как результат воздержания от суждений, он не является теоретическим выводом. Потому что если бы это был теоретический вывод, то он опять же был бы основан на знании. Поэтому скептики, формулируя свою доктрину, говорят, что сам вывод о том, что вот спокойствие духа, которого они искали так же, как и многие другие древнегреческие философы, наступает в результате воздержания от суждений. Этот вывод не является результатом теоретического понимания проблемы. Он как бы фиксируется случайно, как опыт жизненной практики. Для доказательства того, что человек в принципе не может получить какого-то определенного знания, скептики приводили простые примеры из обычных жизненных наблюдений. И они разработали для этого 10 доказательств. Вот я сейчас просто зачитаю вам эти доказательства, потому что сами по себе они достаточно любопытны. И вы легко можете понять, что вы и сами постоянно сталкиваетесь с теми явлениями в жизни, на которые указывали скептики. У различных существ различные наслаждения. У различных людей различные способности. А гривянин Андрон, по словам Аристотеля, перешел через ливийскую пустыню, а для других это невозможно. Имеются различия в наших чувственных отверстиях. Яблоко зрению представляется желтым, а вкусу сладким. Различия предрасположений. Молодость, старость, отвага, страх различен для различных людей. Различия восприятий законов, вера в предание. Одно и то же для одних справедливо, для других несправедливо. Для одних добро, для других зло. Персы не считают невозможным жениться на собственной дочери. А у элинов это противозаконно. Соединение и взаимодействие показывают, что ничто не является самим собой. Восприятие различное в зависимости от расстояния. Различие эффекта действия в разных количествах от одного и того же. Вино в небольших количествах укрепляет тело, в больших количествах приносит вред здоровью. Постоянные события не вызывают удивления, но те же события там, где они происходят реже, удивляют. Наводнения и землетрясения одних поражают, для других привычно. Восприятие всего происходит в соотносительности. Камень в воздухе тяжел, в воде легок. Ну, как вы видите, эти принципы показывают относительность всякого человеческого знания. И действительно, знания наши относительны. Формулируя принципы скептицизма по существу, эти философы поставили очень важную проблему, которая заключается в том, что мы с вами вынуждены жить в мире, который мы до конца не знаем. И, собственно, уже совершенно ясно, что до конца никогда и не сможем узнать, потому что мир бесконечен, а жизнь человеческая конечна, и даже жизнь человеческого общества развивается в определенных временных пределах. Так что, так или иначе, совершенно ясно, что мы вынуждены жить в таком мире, который до конца мы познать не можем. Ну, и отсюда у скептиков и следует вывод, что, собственно, и не нужно стремиться к такому знанию, что спокойствие может возникнуть просто как сопутствующий воздержанию от суждений результат. Ну, вот сам Перрон, в частности, демонстрировал такое спокойствие во время кораблекрушения, когда он, указав беспокоящимся людям на поросенка, который в это время спокойно ел что-то из своего корыта, сказал, что так и должен вести себя каждый человек в этой ситуации. Ну, если вы помните материал прошлой лекции, то это, конечно, поведение совершенно отличное от того, которое демонстрировал арестип во время кораблекрушения, который беспокоился более всего о собственной душе. Ну, и поскольку эта философия, как я уже сказал, отражает период, в который имеет место конфликтный характер, в ней, естественно, подвергаются сомнения многие традиционные нравственные позиции. Вот, в частности, скептики говорили, что строгая приверженность определенным принципам морали приводит к лишнему беспокойству, к сожалению, о неправильно совершенных поступках или переживанию в связи с тем, что ты недостаточно добродетельный. Следовательно, быть добродетельным оказывается невыгодным в личностном плане. Такой вывод может показаться аморальным, но в действительности он вполне объясним. Дело в том, что представление о том, что человек включен в мировую гармонию, на котором были основаны традиционные нравственные понятия древних греков, ну, вот, в частности, помните у Аристотеля, что человек стремится к своей форме, как к совершенству. Вот, эти представления оказываются уже разрушенными, а новые представления еще не сформулированы. Вот, это, в частности, и приводит к тому, что появляется такая безнравственная позиция. То есть, вроде бы делается вывод о том, что быть нравственным невыгодно в личностном плане. Ну, на мой взгляд, это можно объяснить только таким образом, что еще не найдены аргументы действительные, которые показали бы человеку, почему он действительно должен быть нравственным. И, собственно, что этика и после античности, и после периода эллинизма продолжала делать, она продолжала искать такие аргументы, и в современной этической теории, собственно, тоже занята этими поисками. Вот, но скептики, особенно поздние скептики, не ограничились просто вот тем кругом идей, о которых я сейчас сказал, потому что они, в общем-то, понимали, что все-таки в мире, в котором человек живет, приходится делать какой-то выбор, приходится принимать одни жизненные предпочтения, отвергать другие жизненные предпочтения. И этот выбор является необходимым, он должен на чем-то основываться. Вот здесь они попадают в трудную ситуацию, попадают в ситуацию, что, с одной стороны, они отвергают всякие основания, связанные с познанием, а с другой стороны, вроде бы, говорят о том, что выбор все-таки нужно делать. И вот поздние скептики, в частности, представители Новой Платоновской Академии, такие как Корниат, Клитомах, они, собственно, и пошли по тому пути, что попытались как-то ответить на этот вопрос. Для ответа на этот вопрос, они решили использовать преобразованную, несколько переделанную диалектику Платона. Академики, в частности, Аркисилай, Корниат, Клитомах, полагали, что диалектика Платона, превращенная из средства достижения универсального знания в самоцель, отлично подходит для защиты идей скептицизма. Ну, в то же время, Корниат понимал, что в процессе жизни приходится принимать какие-то решения, и знания могут оказать в этом помощь. Но выводы, которые можно получить с помощью такого знания, конечно, не являются знанием, претендующим на, безусловно, верный характер. Эти выводы имеют лишь вероятностное значение. Выводы, полученные с помощью применения диалектического метода, имеют лишь вероятностный характер. При решении практических вопросов, возникающих в процессе жизни деятельности, следует руководствоваться разными степенями вероятности. Наиболее важное решение следует принимать на основе всесторонней вероятности. Ну, а более простые решения можно принимать на основе простой вероятности. И с точки зрения Корниада, лишь сложные решения требуют всесторонне обследованной вероятности. Эта мысль по существу является очень правильной. Человек, в общем-то, принимая какие-то решения, он всегда использует определенные степени вероятности. Какие-то решения он принимает на основе разума, там, где это может ему помочь. В каких-то решениях он ориентируется просто на стереотипы житейской мудрости. В каких-то решениях он ориентируется на свой личный, собственный опыт. Но, безусловно, что человек не может принимать решения только на основе одного знания. Потому что тогда он и не был бы, собственно, человеком. Тогда ему не нужны были бы все его эмоции, не нужны были бы эмоциональные реакции, не ситуации. Тогда можно было бы все просчитать, как мог бы сделать какой-то совершенный компьютер. И совершенно определенно сказать, что нужно поступать так-то и так-то, а другой путь является наихудшим. Или более худшим. У человека такой возможности нет. Поэтому как раз и получается, что он вынужден руководствоваться определенными степенями вероятности. Я думаю, что с такой постановкой вопроса в современном мире согласились бы, наверное, большинство философов. Но, тем не менее, у скептиков развитие подобной логики рассуждения приводило к моральному релятивизму и к выводам, которые имели, в общем-то, нравственно-отрицательный характер. Ну вот, в частности, Корнеат, о котором я уже говорил, когда-то был в посольстве, которое приехало, древнегреческие послы, в Римскую республику. И там прочитал несколько лекций. Так вот, в первой лекции он утверждал, что нужно быть добродетельным, что нужно выполнять свои обязанности перед государством. Ну, в общем, развивал вот такого порядка традиционные взгляды. А во второй и третьей лекции он, наоборот, утверждал противоположные тезисы, показывая, что... Если бы рассуждать с точки зрения справедливости, то римскому государству пришлось бы отдать все завоеванные им территории. И что во время кораблекрушения нужно спасать, прежде всего, себя, а не других. Естественно, такие противоречия вызвали возражения многих. В частности, вот возражения сторонника-защитника традиционных нравов римского полководца Катона. Вот. Но для скептиков это не было необычным. То есть, собственно говоря, одну из задач философских скептики видели вот в таком постоянном интеллектуальном поиске. То есть, разум, с их точки зрения, для того и нужен человеку, чтобы формулировать какие-то тезисы. И эти тезисы затем опровергать, демонстрируя ограниченности теоретического познания. Вот. Ну, здесь, конечно, они тоже попадают в несколько затрудненную ситуацию, связанную с тем, что можно им задать вопрос такой риторический. Ну, а зачем все это нужно? Неужели, так сказать, для того, чтобы показать невозможность человеческого познания, нужно тратить столько усилий? То есть, нужно постоянно формулировать разные тезисы и их опровергать. Но для скептиков это не было необычным. То есть, в этом они и видели задачу теоретического философского знания. Ну, и я думаю, что, в общем-то, в их философии как таковой, с точки зрения развития нравственного самосознания, можно две такие основные идеи выделить. Это вот идея первая, которую я уже пытался сформулировать, о том, что человеку по необходимости приходится жить в мире, который он до конца не знает. И вторая идея, это идея о том, что практика оказывается выше познания. То есть, человек практически может уловить, что жить в этом мире, воздерживаясь от суждений, лучше, чем произнося какие-то категорические суждения о мире. Следующий интересный мыслитель, к которому я сейчас перехожу, это Эпикур. Следующий вопрос нашей лекции, соответственно, Эпикуризм. По существу это учение представлено именно одним мыслителем, то есть автором его Эпикура. Теоретические основы Эпикуризма сформулированы одним философом, его основателем Эпикуром. Вот вы видите тут годы его жизни, 341-270 до нашей эры. В 306 году он организовал школу в Афинах и начал пропагандировать свое учение. Последователи же Эпикура просто пересказывали его идеи, не внеся в учение ничего принципиально нового. Эпикура некоторые классифицируют как гедониста, то есть тезисом Эпикура является довольно традиционный для античности тезис о том, что счастье заключается в удовольствии, и то, что разум может сделать, это он может как-то показать, какие же удовольствия ведут к страданиям, а какие нет, и, соответственно, принять только такие удовольствия, которые не ведут к страданию. Но в действительности классифицировать Эпикура как гедониста можно с очень большими оговорками, потому что его удовольствия, во-первых, очень элементарны, а во-вторых, Эпикур признает только удовольствие состояния и не признает удовольствие процесса. То есть, если говорить о принятии пищи, например, удовлетворение, удовольствие, и связанный с этим идеал спокойствия духа, к которому, в общем, Эпикур стремился так же, как и другие мыслители эпохи эллинизма, а, собственно, этот идеал, он был характерен, идеал счастья как спокойствия духа для всех мыслителей эпохи эллинизма. Значит, Эпикур признает удовольствие только от состояния, то есть удовольствие, которое связано не с процессом потребления пищи, а с состоянием удовлетворения, то есть состоянием, которое показывает, что ты не голоден. Ну, и отсюда ясно, что довольно сложно его характеризовать исключительно как гедониста, потому что другие гедонисты, они как раз вот тот же аристип, в частности, о котором я говорил, они-то как раз и признавали удовольствие не только состояния, но и удовольствие процесса, то есть удовольствие от потребления вкусной пищи. Удовольствие разделяется Эпикуром на три класса. Естественные и необходимые – это элементарные телесные потребности. Естественные, но не необходимые – это какие-то изысканные яства. Неестественные и не необходимые – например, такие, как чистолюбивые замыслы. Ну, и из этих перечисленных удовольствий Эпикур, в общем-то, выбирает только первую группу удовольствий. То есть он говорит, что если в какой-то степени вторая группа удовольствий и может быть оправдана, то, в общем, есть много соображений, которые можно привести против этого оправдания. Ну, например, то, что привыкнув к употреблению хорошей пищи и потеряв возможность ее употребления, человек может впасть в очень существенное беспокойство. Но, что касается третьей группы удовольствий, то есть вот этих чистолюбивых замыслов, то это вообще ни при каких условиях неприемлемые виды удовольствий. Предел величины наслаждения, говорит Эпикур, есть устранение всякой боли. Где есть наслаждение, и пока оно есть, там нет ни боли, ни страдания, ни того, ни другого в месте. Добродетели для нас предпочтительны не сами по себе, а ради приносимого ими наслаждения, как лекарства для здоровья. Ну, вот это тезис, который вообще во многих этических теориях формулируется как тезис, направленный против всякой абсолютистской морали. То есть, если в абсолютистской морали добродетель рассматривается ценной в качестве себя самой, и счастье рассматривается как жизнь в соответствии с добродетелем, при этом ничего больше для счастья оказывается и ненужным, так говорил, например, Сократ, то противоположно этому мораль. Заземленная мораль, которая против абсолютов, говорит всегда по-другому. Говорит, что добродетель – это не цель, а только средство. Вот в данном случае средство для того, чтобы жить, не испытывая никакой печали. Ну, вот можно подтвердить эти тезисы словами самого Эпикура. Довольство своим, умеренность, мы считаем великим благом, не за тем, чтобы всегда пользоваться немногим, но за тем, чтобы, если у нас не будет многого, довольствоваться немногим в полном убеждении, что наибольшим удовольствием наслаждаются роскошью те, которые наименее в ней нуждаются, и что все естественное легко добывается, а пустое, излишнее трудно добывается. Ну, вот это рассуждение, которое подтверждает тот тезис, который я сказал несколько, произнес несколько ранее, тезис о том, что от удовольствий, которые и кажутся естественными, например, от удовольствий, возникающих в результате потребления и вкусной пищи, все-таки лучше отказаться, потому что это при определенных обстоятельствах может привести к лишним беспокойствам. К лишним беспокойствам. Вот таким образом, концепция Эпикура ориентирована на достижение идеала свободы. Свободы от всяких забот, но свобода здесь понимается не как способность человека к выбору средств, нужных для него, ну, скажем, для какой-то творческой активности, для преобразования мира. Свобода понимается исключительно как свобода, связанная с обретением независимости от мира, преодолением беспокойств и страхов, которые у человека могут возникнуть в связи с его отношением к миру. Вот в развитии данной проблематики Эпикур формулирует весьма интересный подход к изучению явлений природы. Он начисто отрицает какую-нибудь методологическую роль философии в развитии естественно-научного знания. В общем-то, отрицает ее роль как средство, которое может помочь практическому ориентированию. В основном Эпикур рассматривает необходимость изучения природы, даже и не философского знания, а вообще естественно-научного знания, исключительно в связи с задачей преодоления страха. Необходимость изучения явлений природы Эпикур всецело подчиняет задачи достижения спокойствия духа. Что как раз и обретается по мере того, как индивид получает относительную независимость от мира. Здесь Эпикур формулирует три вида страхов, которые в основном возможны у человека. Это страх перед смертью, страх перед богами и страх перед необходимостью. То есть страх, который может возникнуть в связи с тем, что человек, возможно, полагает, что все в природе детерминировано, все, так сказать, уже предопределено. Ну и Эпикур предлагает свои средства преодоления этих страхов. Средство преодоления страха перед смертью, который предлагает Эпикур, в общем-то, хорошо известно и весьма такое знаменательное в плане выражения эпикуровской позиции. Он говорит о том, что когда человек чего-то ощущает, смерти еще нет. А когда смерть есть, человек уже ничего не ощущает. Следовательно, нечего бояться смерти. Вот. Эта мысль потом была подхвачена многими философами, в частности, ее используют в своих рассуждениях о смерти. Такой римский оратор и философ Цицерон, вот, хотя он и не разделяет взглядов эпикура, материалистических в целом, я имею в виду Цицерон, пытается доказать бессмертие души, он также фактически используя этот эпикуровский аргумент, говорит, что если бы даже допустить, что душа и смертна, то все равно смерть не зло. Она не зло, потому что человек после того, как он умер, ничего не ощущает, и, следовательно, смерть не может рассматриваться в качестве зла. Вот. Ну, конечно, против этого аргумента эпикуровского можно выдвинуть некоторые возражения, сказать, что человек может бояться не только страданий, боли, вот, которыми он может столкнуться там в предсмертный час, он может бояться самого факта прекращения активности его сознания, сожалеть о том, что этим ставится предел творческим возможностям его деятельности, но вот эти-то аргументы эпикур как раз и не рассматривает, потому что для него свобода понимается, как я уже сказал, более в таком негативном смысле. Это свобода от мира, а отнюдь не свобода деятельности в мире, не свобода преобразования в мире. Так что эпикур, в общем-то, не беспокоится по поводу того, что смерть прекратит творческую, созидательную активность сознания. преодоление страхов относительно богов также весьма знаменательно. Вот рассматривая, как могут быть преодолены эти страхи, эпикур собственно формулирует положение, касающееся необходимости изучения природных явлений. Если бы нас нисколько не беспокоили подозрения относительно небесных явлений, говорит эпикур, и подозрения о смерти, что она имеет какое-то к нам отношение, а также непонимание границ страданий и страстей, то мы вообще не имели бы надобности в изучении явлений природы. Эпикур пытается объяснить все природные явления материалистические, тем самым показать, что боги не оказывают на жизнь людей никакого влияния. Если они и есть, это исключительно созерцающие, живущие своей собственной эгоистической жизнью существа. Вот, ну то есть здесь аргумент, идущий от представлений о высшем благе, так как само высшее благо определяется как спокойствие духа, вот, то высшее существо, бог, если существование такого и допускается, с точки зрения Эпикура представляется как такое существование, которое по самому своему определению приводит к выводу о том, что бог не будет ни во что вмешиваться, не будет никаким образом вмешиваться в дела людей. Потому что ему это просто не нужно, это вызвало бы его лишнее беспокойство. А он как самодостаточное существо никаким образом не заинтересован в таком беспокойстве. Вот, боги Эпикуры это существа, которые живут своей эгоистической жизнью, и они не вмешиваются ни в какие природные процессы, и не вмешиваются в жизнь человека. Вот, и развивая эти мысли, Эпикур показывает, что, собственно, что нам может дать научное знание относительно природных явлений, это не показать окончательные причины, по которым происходят природные явления, то есть отнюдь не получить какого-то окончательного знания, но показать, что это явление, которое происходит без всякого вмешательства богов. Вот, и далее Эпикур делает очень интересный вывод. Он говорит, что точность, конечно, нашего познания природы недостаточно для того, чтобы определить причину того или иного конкретного явления, но она вполне достаточна для нашего мировоззренческого вывода, который способствует тому, чтобы иметь основания для преодоления наших беспокойств. Даже если мы находим несколько причин поворотов, заходов, восходов, затмений и тому подобных явлений, говорит Эпикур в письме Геродоту, не следует думать, что исследование об этих явлениях не достигло той точности, которая способствует безмятежности и счастью нашим. То есть, рассуждая о небесных явлениях, Эпикур говорит, что, например, смена дня и ночи может вызываться разными причинами. Может быть, солнце вместе с небесным сводом движется вокруг Земли, может быть, между Землей и Солнцем проходит некоторая черная пелена, а может быть, Земля вращается вокруг своей оси. Такое представление, тоже имело место в древнегреческой философии. Точно мы этого никогда не узнаем, говорит Эпикур, но тех знаний, которыми мы обладаем, вполне достаточно, чтобы сказать, что все это происходит по естественным причинам, что, следовательно, боги никаким образом не вмешиваются в этот процесс, и опасаться у человека нет никакого основания. Я хочу развить данную мысль в том плане, что и мы с вами живем в таком мире, в котором часто не можем дойти до конечной причины в объяснении какого-то явления. Поэтому та методология, которую предлагает Эпикур, вполне может быть принята с точки зрения определения того предела точности научного знания, которое необходимо для философского вывода. И здесь недостаточное знание не может быть основанием для принятия полностью скептической позиции. То есть этот аргумент Эпикур очень хорошо работает против скептиков как раз. Работает в том плане, что хотя мы не имеем достаточного знания, это знание в то же время достаточно для того, чтобы сделать какой-то важный мировоззренческий вывод и далее использовать этот вывод для практического выбора, для практического поведения. Ну и третий род страхов, страх перед необходимостью преодолевается за счет весьма интересной новой уже антологической концепции, которую сформулировал Эпикур, за счет идеи отклоняющегося атома. То есть в природе с точки зрения Эпикура не все жестко детерминировано. Атомы могут самопроизвольно отклоняться от траекторий своего движения. И это вызывает случайность. То есть Эпикур не был сторонником жесткого детерминизма, который в философии уже нового времени получил название Лапласовского детерминизма и собственно составил основу механической картины мира. Эпикур считал, что в мире имеет место случайность. Ну а вот то, как использовать эту случайность, как приспособиться к обстоятельствам, вызванных теми или иными случайностями, зависит уже от самого человека. Случай сам по себе не дает людям ни добро, ни зло. Он доставляет только начало великих благ или великих зол. Последнее же зависит от того, как человек использует этот случай, или иначе говоря, как он отреагирует на предвиденное воздействие внешнего мира. Это уже не просто преодоление страха перед необходимостью, но и новый шаг в понимании реактивной природы субъекта, его способности по-разному организовать жизнь в разных обстоятельствах. Ну и еще можно сказать, что Эпикур тоже в своей жизни демонстрировал практически преимущества своего учения. Во-первых, в школе Эпикура осуществлялась очень развитая психотерапевтическая практика, то есть людям там помогали избавиться от лишних страхов, от лишних ненужных желаний, и этим во многом объясняется длительность существования эпикуреизма, который в общем просуществовал сколько-то что-то около 600 лет, что в общем-то для философского учения является согласитесь сроком весьма немалым. И идеи Эпикура потом уже были воспроизведены в новое время, о чем я скажу в дальнейшем. Ну и Эпикур сам преодолел собственные страхи, в частности по свидетельству современников он умер очень спокойно, когда он испытывал уже очень сильные боли связанные с мочеиспусканием, то есть по-видимому у него были какие-то пурологические заболевания, он выпил неразбавленного вина, лег в горячую ванну, предварительно простился со своими учениками, ну и собственно в горячей ванне от перегрева организма умер. То есть фактически Эпикур дает один из первых примеров эвтаназии сознательного активной причем эвтаназии сознательного умерщвления самого себя, которое считается оправданным тогда, когда жизнь перестала доставлять наслаждение, то есть тогда, когда баланс между наслаждениями, удовольствиями и страданиями явно в пользу страданиями. Вот следующее учение, о котором я буду говорить, это стоицизм. Учение очень влиятельное, значит, пожалуй, одно из самых влиятельных для позднеантичного периода и имеющее тоже продолжение, потому что отдельное положение стоицизма воспроизводились и в философии нового времени и, в общем-то, по мнению некоторых мыслителей не потеряли полностью своего значения и в настоящий период. Вот основателем стоицизма считается Зенон, вот, и с ним однажды произошел вот такой любопытный случай, значит, годы в его жизни 333-262-й. Зенон был сторонником всеобщего детерминизма как раз в противоположности Пикуру, поэтому однажды, когда он стал пороть раба за кражу, раб сказал, мне суждено было украсть, намекая на всеобщую необходимость. И суждено было быть битом, ответил Зенон. Стойки вообще исходили из того, что мир развивается от одного мирового пожара к другому мировому пожару, вот, причем после мирового пожара все отношения, все связи воспроизводится в том же самом количестве, в том же самом отношении, то есть весь мир повторяется во всех деталях, какие были до прежнего мирового пожара. Ну, это означает, что вы когда-то уже слышали мою лекцию, я когда-то вам ее уже читал, но только все это было до прошлого мирового пожара, и все это будет в дальнейшем после следующего мирового пожара. Ну, согласитесь, есть некоторый оптимизм в такой концепции. Вот, в мире всем правит некоторый верховный разум, мировой закон с точки зрения стоиков, в которой есть Зевс. Вот, ну, Зевс, который понимается уже в таком неантропоморфном виде, в отличие вот от тех легенд, от тех мифологических представлений о богах, которые были характерны вот для представлений о богах олимпийских. Ну, а перед человеком соответственно, о богах олимпийцах, а перед человеком соответственно встает задача приспособиться к этому мировому закону. То есть, этот закон не дан непосредственно, человек должен понять суть этого закона или, иначе говоря, суть процессов, происходящих в природе, и приспособиться к этим процессам с точки зрения своего разума. Вот на этом пути стойки формулируют очень интересные идеи, которые можно по существу характеризовать как первые попытки в каком-то виде сформулировать то, что может быть названо теорией отражения, потому что стойки сравнивают поведение человека, поведение всех других, или вернее другие процессы, связанные с развитием всех других форм жизни, которые имеют место на земле, и показывают, что человек должен жить по опыту всего того, что происходит в природе. Вот как об этом говорит тоже один из известных стойков Хрисип. Первым побуждением живого существа, говорят стойки, является самосохранение, ибо природа изначально дорога сама себе. Так говорит Хрисип в первой книге о конечных целях. Ближе всего для всякого живого существа его собственное состояние и сознание такового. В самом деле, ведь вряд ли природа создала его склонным к изменению или не склонным ни к изменению, ни к прежнему состоянию. Стало быть, приходится сказать, что от природы живому существу близко его состояние, и поэтому оно противится всему, что вредно, и идет навстречу всему, что близко ему. Мнение же некоторых, будто первое побуждение живых существ стремления к наслаждению, они обличают как ложное, говорит Диоген Лаерский, характеризуя учение стойков. Вот, ну и вот Хрисип в частности говорит, что имеются как бы разные детерминанты для разных форм жизни, то есть растения обходятся без всякого, без всяких наслаждений вообще, животным дано побуждение, с помощью которого они находят то, что им надо. Вот, а человеку дан разум в качестве верховного вождя, который должен показать, как же жить по опыту того, что происходит в природе. Вот, и, собственно говоря, эту концепцию можно назвать, как я называю, концепцией негативной свободы, то есть свобода, опять же, формулируется не в позитивном плане, как свобода преобразования мира, а исключительно в негативном плане, как свобода сохранения своего состояния. Но, тем не менее, этот тезис, даже вот выраженный в таком негативном плане, является очень важным, потому что впервые разум начинает рассматриваться как то, что нужно человеку для ориентирования, что то, что может, так сказать, как-то показать человеку на основе чего он должен поступать одним или другим образом. Вот, в соответствии с концепцией стойков, это происходит в силу того, значит, что человек должен понять, что нужно жить по опыту всего того, что происходит в природе. То есть, это уже отчетливо сформулированная рефлексивная способность человеческого разума. И я думаю, что здесь стойки в действительности делают очень большой шаг вперед, потому что, ну, сравните, например, даже концепцию известного материалиста Демокрита. Вот, как он понимал, что такое образы, которые возникают в сознании. Вот, какие-то отпечатки, которые связаны с тем, что тонкие атомы проникают и вызывают в нашем мозгу какие-то изменения. Ну, и что, так сказать, мало ли что вызывает изменения. Камень, лежащий на песке вызывает изменения вот в самом песке, от него остается лунка. Здесь еще совершенно нет никакого движения к пониманию того, что же такое субъект, для чего нужно человеку сознание. А вот у стойков такое движение мыслится видно очень отчетливо. То есть сознание, рефлективные способности разума оказываются нужными для того, чтобы понять, что жить нужно, стремясь к сохранению своего состояния, жить по опыту развития всех природных процессов. В этической концепции стойки исходят из самоценности и абсолютности добродетели. Это обусловно тем, что добродетель собственно и показывает наилучший путь к сохранению своего состояния. Она отражает общие моменты бытия, но это общее уже не просто постулируется как приоритетное в силу того, что оно просто общее, что было в классических и этических концепциях Древней Греции. Добродетель оказывается здесь желательный для личности именно потому, что фиксирует связь общего с единичным. То есть добродетель оказывается ценной, потому что она показывает, как же наилучшим образом человек может воплотить в своей индивидуальной жизни некоторые общие моменты. И вот с этой точки зрения стойки рассуждают примерно так, что в мире вообще все проходит, все портится, все изменяется, не остается ничего постоянного. А вот добродетель, память о человеческих делах, это собственно и есть то постоянное, что сохраняется в мире, сохраняется в памяти наших потомков, скажем, поэтому ценность добродетеля, конечно, намного превосходит ценность каких-то иных практических дел, и ценность мотивов человеческих, ориентированных на добродетель, намного выше, чем ценность каких-то иных прагматических мотивов, которые может человек осуществлять в своей жизни. Вот в силу такого подхода стойки разделяют сферы бытия на две несовместимые, хотя и взаимопроникающие области. Это сфера нравственного бытия человека, сфера реализации его нравственных мотивов и область иных мотивов, которые связаны с целью и полаганием и достижением иных каких-то практических целей. «Все сущее», говорит Диоген Лаерский, характеризуя концепцию стойков, «они считают благом или злом, ибо или ни тем, ни другим». Блага это добродетели, разумение, справедливость, мужество, здравомыслие и прочее. Зло это противоположное, то есть неразумение, несправедливость и прочее. «Ни то, ни другое» это все, что не приносит ни пользы, ни вреда, например, жизнь, здоровье, наслаждение, красота, сила, богатство, слава, знатность, равно как и их противоположности. Смерть, болезнь, мучения, уродство, бессилие, бедность, бесславие, безрадостность и тому подобное. добродетельность, добродетельность, добродетельность с одной стороны и практически ориентации, даже такие ориентации, как забота о поддержании жизни, очень существенные, резко противопоставляются. Деятельность, направленная на достижение относительных ценностей, как раз на заботу о собственном здоровье, с точки зрения стойков составляет область надлежащих действий. Надлежащие – это то, что развивается, происходит в соответствии с собственной природой, например, рост растений, животных, забота о здоровье. Это все область надлежащих действий. Но от этих действий, то есть эти действия имеют разумное оправдание, но они как бы в концепции стойков не смешиваются непосредственно с тем, что может быть названо собственными нравственными действиями, то есть такими действиями, в которых реализуются высокие нравственные мотивы. Например, гражданская деятельность, мужество на поле боя может иметь место, но все это с точки зрения стойков важно не само по себе, а лишь как возможность проявления истинной добродетели, то есть достижения спокойствия духа от сознания выполненного долга. Жизнь попавшего в беду друга является относительной ценностью, но абсолютной ценностью является усилие, направленное на его спасение. Таким образом, совершенно ясно, что здесь эти понятия не смешиваются. Я имею в виду нравственные мотивы, связанные с реализацией добродетели, и мотивы, связанные с заботой о собственной жизни, о здоровье. Отсюда и получается, что, как вы видели, жизнь друга является относительной ценностью. Почему относительной? Потому что это все относится к области надлежащих действий, как проблемы заботы о здоровье, желание избежать смерти и так далее. Но мотив является абсолютным, мотив, направленный на спасение жизни друга. Отсюда, в общем-то, в концепции стойков возникает вот такое резкое противопоставление между нравственными мотивами и результатами нравственного действия. И стойки склоняются к тому, что, собственно, даже не склоняются, а формулируют этот тезис, что для нравственной оценки поступка важен прежде всего мотив поведения человека. Поэтому неважно, продолжая этот пример, удалось спасти друга или не удалось спасти друга для оценки поступка. Важно именно то, что человек пытался это сделать. То есть важен именно мотив. И по существу здесь стойки рассуждают в духе абсолютистской этики. Потом, если мы возьмем более поздних мыслителей, вот таких, как Кант, например, то у него тоже однозначно делается вывод, что наибольшим значением для оценки нравственного поступка является именно нравственный мотив. Вот. Но тут возникает определенная трудность или даже противоречие. Если ценность признается только за намерением, результат реализации добродетельного поведения в земной жизни оказывается неважным. Но тогда обесценивается и значение практических умений, необходимых для реализации добродетелей. Скажем, умение владеть оружием для того, чтобы быть мужественным и побеждать. Вот. И следующим шагом отсюда закономерно оказывается формулирование вот того тезиса, который уже, собственно, сформулировала христианская философия. Это тезис о том, что каждый человек должен рассматриваться как равная величина. Почему? Потому что, собственно, его практические достижения и даже, так сказать, во многом умения, которые необходимы для реализации этих практических достижений, оказываются неважными. Вот. Они выходят за область нравственной оценки, так сказать. Областью нравственной оценки оказываются мотивы, направленные на выражение своего отношения к другому человеку, независимо от того, кто он. Независимо, допустим, от того, кто он, раб, политические деятели или вот великий полководец и прочее. Вот. Это, в общем-то, такой тезис, имеющий вполне разумное нравственное оправдание. На основе него формулируется идея о том, что все люди равны, скажем, равны люди эллинского и неэллинского происхождения. Вот этот тезис, который был сформулирован уже в поздней стой. Но вот он достаточно сложен для того, чтобы объять другую область нравственной оценки. Область, связанную с оценкой, с определением того, насколько же человек отвечает за практические результаты его действия. Вот. Эта проблема была несколько подкорректирована в средней стой, представленной Панэцием, Посейдонием. Они смягчают исходные положения стоицизма, полагая, что для счастья необходимы не только добродетельные, но и относительные ценности. Такие, например, как здоровье, богатство. Панэцием около 185-110 годов до нашей эры разделяет также умственную и действенную добродетельность. Ну и вот как раз в этом разделении можно увидеть движение к пониманию значения единства, мотива и результата поступка для его оценки. Ну, значит, потому что, конечно, в практическом плане важно, не только мотив, но и важен тот результат, который достигается в результате того, что осуществляется нравственное действие. И не случайно поэтому как раз Панэцием, в общем-то, разрабатывает определенную концепцию ответственности. То есть он пытается разрешить эту проблему, но в своей доминирующей линии стойки все-таки остались больше приверженниками, последователями исходных тезисов своей концепции. То есть основным для нравственной оценки у них оказался именно мотив. Ну, а в учениях поздних стойков, это Сенека, Эпиктет, Марк, Аврелий, уже совершенно отчетливо звучат христианские мотивы. Мораль означает для них человеколюбие, милосердие, жалость, сострадание, благоговейное отношение к другим. Все люди, в том числе и рабы, рассматриваются как равные субъекты нравственных отношений. Значит, характеризуя такие общие достижения концепции стоимости стойков, или даже вернее перед тем, как перейти к этой характеристике, стоит еще сказать об одной важной посылке теоретической. Это посылка, связанная со стремлением стойков поставить под контроль человеческого разума эмоции. Ну, и это связано с определенным теоретическим пониманием того, что же есть эмоции. То есть, стремясь все к тому же идеалу достижения спокойствия духа, стойки пытаются более детально по сравнению с другими античными авторами разобраться в том, а что же вызывает это беспокойство. И вот в этом плане они формулируют достаточно интересную концепцию о связи нашей эмоциональной жизни с нашими разумными представлениями, или, иначе говоря, с нашими верованиями. Страсть, по словам Зенона, есть неразумное и несогласное с природой движение души, или избыточное побуждение. Эмоции, страсти предстают при подобном подходе как суждение, причем чаще всего суждение неправильное, ибо неразумных страстей гораздо больше, чем разумных. Например, в сребролюбии, с этой точки зрения, есть неверное предположение о том, что деньги есть благо. И преодолеваются подобные суждения с помощью добродетели. То есть, с точки зрения стойков, достаточно просто изменить наше представление, изменить наше верование, и можно будет избежать негативных эмоций. Например, достаточно перестать бояться того, что страшно. То есть, стойки считают, что страх возникает исключительно из-за того, что люди считают те или иные события или условия страшными, хотя в действительности они таковыми не являются. Поэтому, изменив соответствующие представления, можно достичь контроля над своими эмоциями. Эта концепция, конечно, представляется мне достаточно ограниченной в силу того, что стойки совершенно не видят, что эмоции готовят человека к будущему действию. То есть, они могут мобилизовать какие-то ресурсы организма для того, чтобы подготовить человека к тому, что ему надо участвовать в бою, надо бежать, допустим, или наоборот, надо любить и так далее. Ну, а страх – это лишь одна из возможных ситуаций. Это просто так называемый пассивный стресс. С природной точки зрения он имеет вполне разумные основания. То есть, если перед тобой сильный противник, и сопротивляться все равно не имеет смысла, имеет смысл просто затаиться, никуда не бежать, может быть, тебя не заметят. Поэтому, так сказать, природное оправдание страха, который связан с оцепенением, это вот как раз так называемый пассивный стресс. Но стойки совершенно не мыслят в этом плане. То есть, они прямо полагают, что наши эмоции идут вслед за нашими представлениями. И что удивительно, в общем-то, эта концепция имеет современное продолжение. Например, я в свое время, когда был в Соединенных Штатах Америки, беседовал с одним из ведущих этиков Марфой Назбаум и участвовал в конференции, посвященной ее творчеству. И как раз Марфа Назбаум полностью разделяла стоическую концепцию. То есть, она именно полагала, что эмоции – это непосредственная реакция на изменение привычного положения человека. Если нет такой привычки, то, соответственно, и не возникают соответствующие эмоции. Вот в своей лекции она, например, приводила пример, что когда умерла ее мать, она испытывала жуткие негативные эмоции, связанные с болью в животе, буквально с физиологическими изменениями организма. Но все это только потому, что она привыкла жить со своей матерью. Мать являлась постоянной частью ее окружения. Если бы этого не было, так как, например, это не было у героя романа Сартера «Посторонний», то не было бы никаких связанных с потерей эмоций. Я, конечно, думаю, что это точка зрения недостаточно, особенно тогда, когда мы имеем весьма развитую теорию эмоций в психологии, и в физиологии высшей нервной деятельности. И современная философия должна принять свое содержание, а также и все эти достижения современных концепций. Идеалом разумного контроля человеком своих эмоций в психиатизме выступает образ мудреца. А так как в качестве основной ценности выступает у стойков именно добродетель, понимается она прежде всего именно в смысле добродетельного мотива, мудрец оказывается способным жить, фактически не нуждаясь ни в каких внешних благах. То есть это мудрец, особенно мудрец, который отвечает исходным принципам стоической философии, оказывается достаточно эгоистичным и способным жить вообще даже вне взаимодействия с другими людьми. Вот какую характеристику этому мудрецу дает диаген Лаерц. Он непогрешим, ибо не подвержен ошибкам, он не вредоносен, ибо не несет вреда ни другим, ни себе. Он не жалостлив и не знает снисхождений ни к кому, так как не отменяет никаких наказаний, следующих по закону. Вот. Ну, диаген Лаерцкий дали даже красочно описывать, что, скажем, может не подать он руку помощи другу тонущему в болоте, потому что это будет нарушением все той же необходимости, о которой говорят стоики. Но этот образ безжалостного мудреца характерен в большей степени для ранней стоической философии. У поздних стоиков всезнающий, все понимающий, потому абстрактный мудрец приобретает, по крайней мере, одну конкретную характеристику. Он становится милосердным. Но быть милосердным, невозмутимо взирая на мир, нельзя. И, собственно, вот в этом пункте стаическая философия как бы приходит к пределу собственных теоретических рассуждений. Вот. Ну и предел этот уже был связан с развитием христианской философии. И, собственно говоря, что во многом показало, вот философия эпохи эллинизма и древнегреческая философия в целом, это то, что мораль не может существовать без некоторого авторитетного источника морального добра. Вот. В христианстве таким авторитетным источником, естественно, становится Бог. То есть вот признание Бога как фактора, влияющего на нравственные мотивы поведения, как верховного судью и одновременно как тот авторитетный источник, который дает начало многим моральным нормам, то есть в том числе просто передает их человеку, такое представление кладет конец спорам античности о том, кем же хорошо быть, гедонистом или наоборот аскетом, как нужно действовать, спасать друга, не спасать, вот, кем нужно быть, мудрецом или политическим деятелем, вот. Но эти выводы уже будут сформулированы в христианской философии, о которой я буду говорить на следующей лекции. Вот. Сейчас же я хочу рассказать еще об одной интересной античной концепции. Вот. Это концепция неоплатонизма. Неоплатонизма. Вот. По времени своего существования, это уже очень поздняя концепция, она по существу конкурирует уже с развивающейся христианской философией, но я говорю о ней сейчас, потому что по принципам своего теоретического построения эта концепция, конечно, является концепцией, которая наследует принципы свои от древнегреческой, от античной философии. Ну, вот основатель этой концепции, Платин, года его жизни 204-270, вот уже нашей эры, вот строит многоуровневую модель бытия, в которой все существующее объявляется созерцанием. И в этом смысле Платин, конечно, несомненно, завершает античную традицию. Ну, уровни бытия у Платина выглядят следующим образом. Это единое, самый верхний уровень бытия, ум, следующий, находящийся несколько ниже, что ли, в антологическом смысле уровень бытия. Далее находится мировая душа, вот, и вслед за мировой душой расположено все многообразие конкретных вещей. При этом единое является самодостаточным началом бытия, но оно эманирует, как бы выходит за свои границы, порождая все другие уровни. Вот, единое – это цельный такой уровень бытия, которое, ну, в какой-то степени, может быть, аналогично, что ли, вот, некоторому плотному пурменидзовскому шару, хотя это очень отдаленная аналогия. В принципе, единое у Платина – это верховное начало всего бытия. Но поскольку оно единое, в нем, как бы, так сказать, нет никакого многообразия. А мир многообразных вещей должен быть как-то объяснен. Вот это объяснение Платин дает через свое понимание ума. Ум – это тоже, так сказать, вселенский ум, который находится в самом универсуме. И это что-то, так сказать, близкое аристотелевскому понятию нуса. Ум содержит в себе все многообразие форм. Причем эти формы самосозерцают друг друга. Вот из-за этого, этим самосозерцанием, практически, вот, какой-то такой взаимной игрой форм и обусловлено все многообразие существующих в мире вещей. То есть, вводя этот антологический уровень бытия, Платин как бы пытается объяснить, ну, а откуда же в мире появляется вот это многообразие, если в едином, как таковом, его не существует. Вот. Ну, это еще, так сказать, идеальное многообразие. Многообразие, которое представлено на уровне форм, находящихся в этом божественном разуме. Для того, чтобы превратиться в многообразие реальных вещей, требуется некоторое посредствующее звено. Это посредствующее звено составляет мировая душа. Мировая душа, с точки зрения Платина, созерцает формы, которые находятся в божественном уме. В силу этого возникает все многообразие конкретных вещей. Многообразие конкретных вещей. Причем возникает оно, оно с точки зрения Платина, автоматически. Так как, если бы на картине художника сразу появлялось то, что он в мысли своей задумал. Вот. То есть вы видите, что здесь все уровни бытия, как бы кроме единого, оказываются созерцанием. И само многообразие вещей материальных, возникающих в мире, тоже является результатом созерцания. Мир этот совершенен, поскольку все это имеет происхождение от единого, то все уровни бытия, с точки зрения Платина, совершенны. Хотя степень этого совершенства различна. И на низших уровнях бытия в материальном мире имеет место также то, что может быть названо злом. Зло, согласно представлениям Платина, возникает как результат несовершенства материального мира. Но в общей гармонии универсума, и оно идет на пользу. Некоторые беды, говорит Платин, например, бедность и болезнь идут на пользу только тем, кто их испытывает. Но моральное зло приносит пользу всему свету. Прежде всего тем, что оно позволяет проявиться божественной справедливости. Кроме того, оно приносит и другую пользу. Я сейчас скажу, какую другую пользу. Но видите, здесь зло достаточно оригинально рассматривается как то, что хотя и имеет место, и возникает в результате соединения идеальных и материальных структур, но нельзя, поскольку все должно быть как-то объяснено, как совершенно, само зло Платин тоже хочет рассмотреть в рамках этой мировой гармонии. То есть он ставит задачу как-то показать, что же может дать для этой мировой гармонии вот, казалось бы, такое безобразное явление, как болезнь, смерть или тем более нарушение нравственных принципов. И вот как показывает один из замечательных исследователей и творчество Платина Ада, это может быть объяснено следующим образом. Значит, оно, то есть зло, заставляет людей сохранять бдительность. Оно будет наш ум и наш дух, чтобы мы могли противостоять распространению зла. Оно позволяет нам понять, как хороша добродетель по сравнению с бедами, которые есть у дел дурных людей. Зло возникло не для этого, но поскольку оно возникло, оно должно приносить пользу. И самая великая сила заключается в умении извлекать пользу из самого зла. Вот, ну, видите, это идеи, которые говорят о том, что из зла можно извлечь пользу, потому что гармония универсума, оно занимает свое строго определенное место. Эти идеи имеют продолжение тоже в некоторых христианских уже доктринах, в частности, тогда, когда речь идет об оправдании Бога за то, что он допускает в мире существование зла. Но об этом я тоже буду говорить в следующей лекции. Сами нравственные задачи бытия человека в мире Платин рассматривает с точки зрения двух типов добродетелей. Одни это общественные добродетели, такие как справедливость, мужество, воздержанность. Эти добродетели помогают человеку жить в мире, в рамках его земного бытия. Но кроме этого есть еще очищающие добродетели. При их помощи душа отделяется от тела и обращает взор к Богу. Вот как это понимает Платин? Как можно достигнуть такого возвышения души, отделения своеобразного от тела? С точки зрения Платина, для этого надо отрешиться от всего земного. То есть как бы отрешиться от множественного мира, от всего того, что мешает созерцанию Бога. В этом смысле человек может, как существо, способное разумом, наделенное разумом, также осуществить вот этот высший тип созерцания, в котором он отвлекается от материальных оболочек, от материальных предметов, от того, что связывает его с множественным материальным миром, постепенно поднимается ко все большим иерархиям. И, наконец, в состоянии высокого экстаза может на какое-то время соединиться с единым. С точки зрения Платина, это высшее эмоциональное состояние, которое одновременно является высшим напряжением, поэтому в нем нельзя находиться долгое время. И, значит, после того, как на какое-то время человек соединяется с единым, он опускается снова на более низкий уровень бытия. Но это соединение не проходит бесследно, в его душе остается, так сказать, след божественной любви, и этот след влияет на его отношение к другим людям, на его нравственную жизнь. Сам Платин несколько раз, как свидетельствуют его ученики, испытывал такое состояние соединения с единым. Ну и отсюда следует, что это соединение не проходит для человека бесследно, и, собственно, высшей задачей человека в жизни является стремление достичь такого созерцания. Вот схема уровня бытия, которую предлагает Платин. Я уже называл эти уровни, на схеме к ним добавлен только еще, собственно, один уровень, это человек. Он помещен здесь между мировой душой и материальным миром, потому что положение человека в мире с точки зрения Платина как раз двойственно. Он силой своего разума может подниматься к более высоким уровням бытия, но в силу своей связи с материальным миром, он обладает телесной оболочкой, в этом смысле он необходимо связан со злом, и возможности его созерцаниям ограничить. Значит, эта схема интересна тем, что человек, что дальше, так сказать, развивая эту схему, Платин говорит, что сам человек обладает разными уровнями, так сказать, своей психической организации. Вот у него есть сознание. Сознание – это то, что связывает его с множественным миром, то, что показывает, как жить в этом мире, и то, в чем, в частности, могут заключаться эгоистические мотивы деятельности, потому что в множественном мире человек всегда преследует собственные цели бытия, и в этом смысле он необходимо противопоставляет себя другим людям. У него, с точки зрения Платины, есть сверхсознание – это то, что связывает человека с единым, и то, что в целом определяет направление движения созерцания к Богу, к единому. И, наконец, у человека есть, с точки зрения Платины, еще третий уровень психики – это уровень подсознания. Знаменательно, что современная психология, в общем-то, тоже выделяет три таких уровня психики. То есть это уровень сознания, это уровень подсознания, уровень действия психических автоматизмов, и так называемый уровень сверхсознания, уровень, где мы сталкиваемся с такими явлениями, как интеллектуальная интуиция, которые тоже играют определенную роль в нашем творческом процессе и в жизни человека в целом. Так вот, в нравственном плане Платин делает очень интересный вывод. Он говорит о том, что в силу того, что сознание связывает нас с множественным миром, возможности действия человека сознательные, нравственные действия всегда ограничены. Поэтому на уровне подсознания человек в большей степени может действовать, как нравственное существо. И вот этот знаменательный вывод, он действительно, в общем-то, является морально правильным. Потому что во многих случаях, когда человек совершает нравственные действия, ну, например, бросается спасать своего утопающего товарища, он не думает о том, почему он должен это сделать. Более того, если бы он начал об этом думать, ну, я приведу вам такой интересный для вас пример. Ну, например, он начал бы думать, вот, а кто из моих товарищей тонет? А может быть, вот, я отличник, а он учится только на хорошо. Так почему я должен его спасать, подвергая свою жизнь риску, когда она может быть более ценна, чем в жизни этого тонущего товарища? Да и получится ли у меня его вообще спасти? Может быть, я и плавать-то хорошо не успею. И вот, если вы встанете на такой путь, вот, начнете так анализировать ситуацию, то, конечно, вы спасти вашего товарища не сможете. Это совершенно ясно. Он за это время просто утонет. То есть, платин здесь ставит огромную проблему, проблему, которую получает развитие далее уже в теоретической этике. Это проблема о том, как соотносятся рационально осознанные нравственные действия и как они соотносятся с неосознанными автоматическими нравственными действиями. Ну, и платин, конечно, не поставил здесь конечную точку, но он интересен тем, что он поставил эту проблему. В действительности, решение вопроса может заключаться в том, что какие-то рационально обоснованные принципы, они затем могут быть вытеснены в сферу подсознания. И даже если человек действует автоматически, как нравственное существо, это не означает, что это все обходится без предварительного рационального анализа ситуации. Но это только одно решение проблемы, так сказать, в действительности. Вопрос выглядит сложнее, потому что иногда для того, чтобы избежать негативных нравственных эмоций, человек может совершать и абсурдные с точки зрения нравственного, с точки зрения чистого разума действия. Ну, например, он может пытаться спасать человека в такой ситуации, когда это сделать явно невозможно. Вот Кропоткин, например, в своей книге «Этика» приводит описание такой ситуации, когда английские моряки пытались выйти в море на плоскодонной лодке, чтобы спасти ребенка, плач, которого они слышали с мачты затонувшего во время шторма корабля. Ну, естественно, у них это не получалось. То есть погибла одна группа, другие моряки видели гибель этой группы. Ну, а они все равно не прекратили попытку. Была сделана следующая попытка, еще несколько моряков погибло. Но попытки не прекращались до конца ночи, а утром ребенка спас проплывающий мимо другой корабль. То есть вот это как раз показывает, что мораль – это не только разум, и действительно на уровне чувств и на уровне некоторых подсознательных механизмов человек способен действовать даже более нравственно, чем пользуясь своим разумом в осмыслении каких-то нравственных проблем. Ну, и этот пример я вам привел для того, чтобы показать, что на философии типа философии Плотина и других некоторых греческих философов, которых мы с вами рассмотрели, как раз и основывают свои тезисы сторонники абсолютной морали. То есть они говорят, что нравственность – это то, что не может вообще быть подвергнуто никакому теоретическому анализу. И даже наоборот, если я попытаюсь подвергнуть, вот Шопенгауэр говорил анализу некоторый моральный принцип, попытаюсь его теоретически обосновать, «А что будет, если у меня этого не получится?» Значит, я, допустим, отвергну этот принцип, значит, допустим, у меня не получится обосновать принцип «не убить». Значит, можно убивать тогда ситуацию, в которую попадает известный герой Достоевского Раскольников. Но я думаю, что все-таки сказанное не означает, что мораль нельзя рационально обосновать, по крайней мере, какие-то стороны нравственной жизни. И не означает, что этого не нужно делать, потому что, обосновывая мораль, человек в том числе и проясняет свои чувственные реакции. Вот как показывает уже философ нового времени, например, Дэвид Юм, он способен при этом более глубоко понять эмоциональные реакции другого, и вслед за этим более глубоко осмыслить и собственные эмоциональные реакции. Поэтому, несмотря на такие примеры, которые следуют из того, что я сейчас сказал, следуют из наблюдений плотина, и следуют из многих других примеров, которые можно привести из художественной литературы, и из наблюдений за нравственными поступками людей, я все-таки не думаю, что нужно отказаться от задачи рационального обоснования морали. Это проблема, о которой я буду говорить в своей последней лекции. Ну, а следующая лекция будет посвящена развитию нравственного самосознания в средние века. Ну, а сейчас спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова